Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу Освобождённые. Здравствуйте! Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на верёвке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда всё вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда её сердце, разум и жизнь стали освобождёнными. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует. И не забудь сосчитать до пяти, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы? Нет! Нет вопросов! Ну всё! Пора прыгать! Открыть дверь! Я готова! Стой! Пошла! Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надёжную опору и смогла выстоять. Сейчас, в цикле передач «Освобождённые» вы услышите правдивую историю о Вике Бейкер. Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз, и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов Колорадо, в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полёта, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолёта и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей. Это было просто великолепно! Классное приземление! Ой, классное! Надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу! Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию! Да ты серьёзно? Как в цирке воздушные гимнасты? Да, публика будет в шоке! Ты что, прямо здесь, Дэнли? Ну, конечно! Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать? Ай, ну это очень опасный номер! Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться! Привет, ну как у тебя дела? На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоём на кухне. Ну, как тебе трапеция? Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить эту бутылку, когда мне исполнилось 10. О, и ты смогла научиться ездить на нём? Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моём падении. Но я всё-таки научилась. Да на нём нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции. Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри. Правда? Да. Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажёре. На каком тренажёре? Послезавтра мы и узнаем об этом. Они с женой использовали его в своём номере в цирке. Неужели? Это будет здорово. Я не могу дождаться. Я не могу. Так всё, ребята, всё. Я говорю, тихо. Кто следующий? Вики, ты? Да, конечно. И запомните, самое главное, согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест. Ну, так хорошо. Молодцы, ребята, молодцы. Как здорово. Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею. Трудно работать в цирке, Боб. Ну, ещё бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому. Но всё это больше похоже на развлечение, чем на работу. Нет, это не развлечение. В цирке много тяжёлого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня. Мы с Гарри встречались несколько месяцев. Говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей. Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно? Да, и не забывать про согласованность действий. Правильно. Как всё это интересно. Но вам придётся выполнять много чёрной работы, терпеть множество неудобств. Но игра стоит свеч. Всё будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела. И где же мы будем выступать для начала? Это будут небольшие представления на Среднем Западе. Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось не сладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать всё оборудование. И это было обычным явлением. Это просто конец. Столько работы, тащить всё сюда! Работа есть работа. Как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Но я не думала, что придётся быть грузчиком. Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом. А мне всё равно. Я рада прежде всего тому, что кончились эти бесконечные тренировки, и мы уже выступаем перед публикой. Смотри, как усланы трибуны. Держу пари, сегодня будет много народу. Волнуешься? Пока нет. Но подождём до завтра. Мне нужно будет спросить Тома, как расположить оборудование. Смотри! Он едет на своём грузовике прямо сюда. Какие же мы с тобой болваны! Нам нужно ещё многому учиться. На следующий день состоялось выступление. Наш номер был последним в программе. Под барабанную дробь, в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили ещё один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колёсах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей. Вики, какая у вас красивая свадьба! Спасибо, Буб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке. Да? Да. Но это было бы необычно. Почему вы отказались? Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере. И всё равно они не знали, чего от нас ожидать. Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да? Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка? Но при желании вы могли бы произнести клятво верности, раскачиваясь на трапеции. К сожалению, наш дворик слишком мал для этого. Да она уже его измеряла. Да вы просто созданы друг для друга. Следующие два года мы с Гарри провели во Флориде. Каждый день репетируя номер с трапеции во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в два с половиной оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти сплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели. Вики, у тебя диагноз паралич. Паралич? Врач сказал, что это неизлечимо. Да что он, бог что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился? Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз. Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующие годы и не имеем права нарушить обязательства. Вики, мы должны победить эту болезнь. Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере страпеции и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах. Надеюсь, что если мысленно, хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование. Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга? Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась с брусьев. И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли? Нет, доктор, совершенно ничего. Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь. Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной. Когда меня наконец выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшие. Вики, ты хочешь что-нибудь поесть? Нет. Гарри, я больше не хочу так жить. Я ни в чем тебя не виню. Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием, головокружение и рвоты. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить. Да. Ты... Ты сможешь помочь мне найти... Легкие способы уйти из жизни? Но, Вики... Да, хорошо. А что ты будешь делать после моей смерти? Не знаю. Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием... Я слышала, он отказался и от приема воды тоже. Но умирать от жажды очень мучительно. Тогда давай забудем об этом. Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня... У меня есть идея. Мы можем поехать в горы. И я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунь другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих. Ты что? Тебя арестуют за это. Я... Я решил умереть вместе с тобой. Ты уверен, Гарри? Да. И мы начали осуществлять наш план. Нашли укромное место. Гарри все подготовил. Затем мы сели и стали ждать. Но выхлопные газы расплавили пластиковый шланг. И нам не осталось ничего другого, как вернуться домой. Боже, на той же неделе я решила голодать, пока не умру. Я пила только воду, чтобы не мучиться от жажды. Я считала, что через три или четыре недели все будет кончено. Но через шесть недель голодовки мне стало очень плохо. А через восемь с половиной недель я больше не в силах была терпеть мучения. Чем я могу тебе помочь? Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг и... Все получится. Да. Хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью. Только не дай им себя отговорить. Разумеется. Алло. Барб, это... Это Гарри. Да-да. Боб дома? Да. А... Ну... Послушай... Да-да. Я звоню, чтобы сказать ему... Вики и я... Решили уйти из жизни. Вместе. Поэтому... Поэтому мы решили поехать в горы... И умереть. Я... Я просто хотел... Предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом. Вики. Давай поспешим. А то она может нам помешать. Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барба вызвала ее. Гарри посадили на десять дней в тюрьму. А меня закрыли на шесть недель в психушку. Однажды ночью... Я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые... Обратилась в молитве к Богу. Боже... Существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мам, мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже. Как ты себя чувствуешь, Вики? Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь? Хорошо. Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог. Звучит очень смело. Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудности еще больше, чем у меня. Вики, понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы. Я знаю. Я не была застрахована. Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна. Это были дни самых трудных испытаний. Я училась жить сама. Так, совсем одна я прожила два года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которой я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому. Не ожидали? Нет, не ожидала. С вашим именем Мэйлин думала увидеть изящную девушку с черными волосами. С чего мы начнем? Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать. Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете? Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен. Я восхищаюсь вашим мужеством. Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон. Потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию. А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически? Хорошая мысль. Спасибо за предложение. Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него. Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достаются религии. Помню, лет 15 назад, да, 15, у меня было одно свидание, и парень пришел с Библией в руках. Он явно перестарался. Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше. Иисус никому не навязывал веры. Он просто любил людей, и этим помогал им прийти к Богу. А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом? Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое. Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает? Что? Это означает, что я снова смогу прыгать. Вы серьезно? А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэйлин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя два месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома. «Мне понравилась эта церковь. А тебе?» «Мне тоже. Знаешь, Мэйлин, я не думала, что Богу известен смысл нашей жизни. Иногда Ему приходится привлечь наше внимание, прежде чем мы захотим его услышать. Раньше я всегда считала, что жизнь не имеет смысла без острых ощущений. Но сейчас я испытываю истинную радость в душе». «Это Господь!» Он сказал, «Я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком». «Он действительно существует?» «Мэйлин, я хотела бы узнать о нем побольше». «Это очень здорово, Вики!» «Через шесть месяцев образовалась небольшая группа по изучению Библии, которая собиралась именно у меня из-за того, что я не могла ходить. Мы в течение двух лет изучали Слово Божие. За это время я осознала необходимость спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя, «Я разбита параличом, но откуда столько радости?» «Всем этим я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной». Дорогие друзья, он действительно существует! Дорогие друзья, «Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас?» В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok